То есть вот эта вся большая поляна, она отдана сейчас под многоэтажную застройку, пытаются ее отдать в генплане, а вот эта вот часть, это под ижестную застройку, участочки по 10 соток. Всю вот этот, весь вот этот большой кусок, и вот эту зону всю, и вот эту, передали по аукциону в 2015 году компании Ложок Развития. Соответственно, они приняли у себя определенные планы, подписали межевание земли, по которому с этой стороны от дороги находятся будут участки под индивидуальную застройку по 10 соток, а по эту сторону многоэтажное строительство. Многоэтажное строительство, они на каком-то там основании то ли переуступки, либо субаренды передали другому застройщику по ТК-30 и одной из его дочек, и собираются здесь провести многоэтажное строительство. Сказали, что здесь будут 12 четырехэтажек, мы посчитали это минимум 500 семей. Наша дорога вот эта не выдержит. Мы ездили в Минстрой, вот эти участки налазят на дорогу, они вплотную, то есть снег валить будет некуда, тротуары детям нашим делать некуда, ничего некуда, разрешений у них никаких нет. При заселении в нашей территории большим количеством жителей возникнет ситуация, очень тяжелая, просто с дорожным нашим движением. Тротуаров вообще нет, полотно дорожное уже настолько разбито, тем более сейчас стройки везде идут, это все разбивается, и восстанавливать и ремонтировать кто-то сюда, ничего не пытается сделать. Ну и соответственно, если столько людей сейчас сюда заедет, сейчас уже пробки при выезде в Академгородок, а если вот это все заселится, через два года мы будем стоять в пробке, вот отсюда начиная и до самого езда в Академ. Я думаю, жителям Академгородка будет тоже неинтересно, что такое количество людей будет выпадать просто на проспект Лаврентьева. У нас не проведено сюда никакого, то есть ни из города никакого водопровода нету. Здесь вот есть построено сооружение, в котором вода очищается и сейчас обслуживает, включая Академгородки. Точно так же там будет построена консульционная станция, которая точно так же будет здесь же где-то все, извините меня, потоки принимать. То есть как здесь вообще строить, как бы вообще что-то многоэтажное, то есть большое заселение здесь сдавать, когда тут просто реально ресурсов воды не хватит. А учитывая, что здесь все-таки, если обратить внимание, частный сектор, скажем так, с участками, то летом, ну я не знаю, где вода будет, откуда воду будут брать. В прошлом году у нас в конце марта, вот в такой же ситуации, когда наполовину снег лежит, приехали бульдозеры и просто стали сносить. Здесь у нас находился большой березняк, много сосенок, елочек и так далее. Вот это все сносили. Были жалобы в Барышевский сельсовет, потому что это их территория. Что у нас происходит, почему вырубается лес. Было сказано, что выдано разрешение на вырубку, потому что здесь будет идти строительство. Все деревья вырубили, потом их здесь сжигли. Тоже были жалобы, потому что у нас территория пожароопасная достаточно. Почему их, ну как бы, разрешали здесь сжигать? Их сжигали в каких-то ямках, там овражках. Тем не менее, постепенно-постепенно все вырубленное, все сожгли. После этого опять загнали бульдозеры и выровнена была территория. Но часть грунта, очень большую часть грунта вывозили камазами, вывозили и продавали просто в наличку. Продавали здесь по территории, есть люди, которые их покупали. Увозили куда-то туда, в сторону Академии и других дачных обществ. И когда мы получили земельные участки, мы для того, чтобы струбить березку, вот такую вот тонюсеньку, мы брали разрешение. К нам приезжали специалисты, которые считали все березки. А когда здесь вот началось без счета варварское уничтожение леса, то это считается нормой. Ну вот натворили нам с дорогой, вырубили все, теперь ее нынче переметало ужасно, джипы сидели. Это какой-то кошмар. Разрешение на застройку, насколько мы знаем, пока не выдано, оно отсутствует. За вот эти несколько лет, которые предоставлена земля уже в аренду, было несколько проектов. Был один проект, который показывали, когда только проводили аукцион. Здесь было небольшое количество трехэтажной застройки, большая площадь с фонтанами, детский сад, магазин были нарисованы. Было сказано очень громко и красиво, что большая часть жилья здесь будет тем или иным образом отдана молодым ученым. Ну, возможно, это уже не так, потому что в текущий момент, если посмотреть, агентство недвижимости уже ведут продажи участков от ПТК-30 по проекту жилого комплекса «Ложок». И здесь все показывают элитное жилье, достаточно дорогого бизнес-класса, бесшумные лифты, французские окна и все такое. Мы боимся, что сейчас они свои кучи все повезут вот сюда в лес. Я слышала просто эти разговоры в администрации, что овраг будет засыпан вот этими кучами. Они же не будут их вывозить куда-то, правильно? Нас пустили в расход ради вот этой компании, чтобы они хорошо строили. А если они будут девятиэтажки строить, представьте, сколько будет земли. Поэтому наш лес пустили в расход для того, чтобы засыпать вот это все. Мы против поднятия уровня леса, потому что там низина тоже, туда стекает вода. А поднимут, будет все к нам опять. Ишь, посмотрите, как вода течет по дороге. И так дорогу надо было уклон вот сюда делать. И это говорили дорожники, они нарезали участки еще. И куда вода потечет, мы не знаем. Я не хочу тоже вот так вот всю жизнь без дороги жить. Вот народу требования какие. Лес наш вы не трогаете. Кольцо леса вот вокруг деревни вы нам сохраняете. Придаете ему зону Р1 и нас не трогаете. Мы против сквозных дорог через деревню. То есть деревня это всегда была. Вот огороженная территория, да, в которой люди спокойно жили. То есть все приехали жить спокойно. Вот наши требования. Нет сквозных дорог и оставляйте нам лес. И никаких многоэтажек вот здесь. И никаких канализационных колодцев вот здесь. И никакой вашей парковки к нам вот сюда течешь. И вот все наши требования. И чтобы на нас не отразилось. Сейчас мы в РЭС звонили. Есть информация, что мощностей на их участке нет. Если бы они были, они давно бы себе столбы поставили. И мы когда начали общаться, все это общая проблема. И каменушки проблемы, и садовых обществ, и многодетных. И эко-деревни. Никому тут не нужно 100 тысяч человек. Помощник Толстых, прикрываясь фамилией депутата Пахиленко, говорит о том, что он имеет административное влияние. И в любом случае будет так, как хочет он. Все равно это все будет здесь построено так, как запланировал он. То есть народ не даст рубить. Мы сказали, придет техника, мы под технику ляжем, вызовем журналистов, будем сами снимать ролики. Как нас давят техникой, выкладывают на ютуб. Мы посмотрели, что президенты в видеоролике можно отсылать. Мы снимем, покажем, что творится.